Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. В этом году вступит в силу закон о банкротстве физических лиц. Соответствующий законопроект был принят Сенатом парламента Республики Казахстан. Борьба с наркобизнесом продолжается. Сколько грозит тем, кто хочет продавать наркотические вещества? Пьянство убой, особенно за рулем. Сколько пьяных водителей было поймано жамбулскими полицейскими? На разбой и грабеже долго не протянешь. Сколько было поймано воров и грабителей? Об этом и не только в нашем выпуске. Депутаты Сената парламента Республики Казахстан приняли законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана. Согласно которому вводится институт банкротства физлиц. Реализация закона, как сообщили в комитете госдоходов, приведет к снижению долговой нагрузки граждан, смягчению социальной напряженности и стимулированию выплат по долгам. В целом предлагается ввести три вида процедур. Внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 5,5 миллионов тенге. По обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления. Отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности. Банкротство не применялось в течение 7 лет. По долгам свыше 5,5 миллионов тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет в праве его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника. Это сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и так далее. Третья процедура – восстановление платежеспособности. Предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус банкрот, следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота. Стоит отметить, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат. К слову, данный законопроект даст возможность восстановить должнику свою платежеспособность через процедуры внесудебного банкротства на восстановление платежеспособности и судебного банкротства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Шустский полицейский тоже не дремлют В районный отдел полиции обратился 31-летний житель с заявлением о краже По словам мужчины, в его магазин проникли неизвестные и похитили деньги в сумме 200 тысяч тенге и 720 штук табачных изделий Общая сумма ущерба составила 5 миллионов 300 тысяч тенге В результате проведенных сотрудниками районной полиции оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан 34-летний житель Шустского района В ходе следствия выяснилось, что кража была совершена по предварительному сговору и похищенные табачные изделия были проданы в городе Алматы на сумму 701 500 тенге В настоящее время ведется розыск второго подозреваемого Задержанный полностью признал вину и был водворен в изолятор временного содержания По данному факту начато досудебное расследование по статье 188, части 3, пункту 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества либо наказание в виде лишения свободы на тот же срок В Курдайском районе неизвестные, взломав дверь магазина электроники проникли внутрь и украли сотовые телефоны и смарт-часы разных марок Сумма причиненного ущерба составила 4 миллиона 800 тысяч тенге По данному факту было начато досудебное расследование по статье 188, части 3 Уголовного кодекса Кража Сотрудниками Курдайского районного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый за аналогичное преступление 30-летней жития Алматинской области Вещественные доказательства изъяты Ведутся поиски второго подозреваемого За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества Борьба с пьяными водителями не прекращается Сотрудники батальона патрульной полиции в ночное время при патрулировании улиц обратили внимание на автомобиль марки Lexus 570 водитель которого нарушил правила дорожного движения Сотрудники экипажа автопатруля попросили водителя остановиться Однако водитель с законным требованием стражи порядка не подчинился и продолжил движение на большой скорости по направлению в город Алматы подвергая опасности жизни других участников дорожного движения Когда полицейские преследовали машину автомобиль и лопало переднее колесо В результате водитель остановил движение и был задержан Согласно заключению медицинской экспертизы водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени и употребил канабиоидные наркотические вещества Нарушитель привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям По решению суда он арестован на 15 суток и лишен прав управления автотранспортным средством сроком на 7 лет Автомобиль водворен на штрафстоянку Кроме того, на территории Таласского района проведены рейдовые отработки с целью профилактики нарушения правил дорожного движения повышения транспорта дисциплины среди водителей и снижения количества дорожно-транспортных происшествий Так, в селе Аколе инспекторами патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль марки Mercedes-Benz 200 В ходе установления личности выяснилось, что он житель Сырысовского района Согласно заключению медицинской экспертизы водитель находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени В отношении него составлен административный протокол по статье 608 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан Решением Таласского районного суда мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток Автомобиль водворен на штрафстоянку Правила дорожного движения нужно соблюдать неукоснительно В Таразе водитель привлечен к ответственности за опасный дрифт и экстрим Сотрудниками управления полиции города Тараз В ходе мониторинга социальных сетей выявлен автотранспорт совершивший дрифт на улицах города и нарушивший правила дорожного движения При проведении разыскных работ сотрудниками батальона патрульной полиции установлен и задержан 18-летний владелец автомобиля марки «Жигули» За грубое нарушение правил дорожного движения водитель привлечен к административной ответственности по трем статьям Всего наложено штрафов на сумму 214 410 тенге Управлением полиции города Тараз разыскивается без вести пропавший Байтуф Досымбек Айзбекович 1955 года рождения который 1 мая 2009 года вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего момента местохождения его остается неизвестным Приметы Рост 160-165 сантиметров Худощавого телосложения Волосы седые Всем, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего просьба сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции Управлением полиции города Тараз разыскивается без вести пропавший Байти Леоф Бауржан Мукашевич 1965 года рождения который 8 апреля 2019 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным Приметы Рост 165-170 сантиметров плотного телосложения Волосы темные Всем, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего просьба сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции Управлением полиции города Тараз разыскивается без вести пропавший Садыков Серег Тельбаевич 1982 года рождения который 1 июля 2019 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным Приметы Рост 170-175 сантиметров Худощавого телосложения Волосы темные и короткие Был одет в синее трико, белую футболку, на голове красная кепка, на ногах красно-черные кроссовки Всем, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего просьба сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции Управлением полиции города Тараз разыскивается без вести пропавший Аманбаев Аблхан Кайратулы 1992 года рождения который 7 июля 2019 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным Приметы Рост 165-170 сантиметров Худощавого телосложения Волосы короткие и светлые Был одет в темно-синюю футболку, синие джинсы Всем, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего просьба сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции Отделом криминальной полиции Управления полиции города Тараз разыскивается без вести пропавший Баринов Даурен Юрий Бекович 1987 года рождения который 27 июня 2011 года ушел из дома в неизвестном направлении До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным Приметы на момент ухода Худощавого телосложения Рост 170-175 сантиметров Волосы темные, короткие Глаза черные, губы полные, брови густые, прямые Всем, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего просьба сообщить по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции И на этом наш выпуск подошел к концу Я прощаюсь с вами и напоминаю Будьте бдительны и осторожны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин